Дроздовые птицы В Киевском крае обитает 8 представителей – рябинник, белобровик, певчий дрозд, пестрый или земляной дрозд, деряба, чернозобый, краснозобый, черный дрозды. Наиболее известными представителями являются рябинник, белобровик, певчий и черный дрозды. Эти птицы имеют небольшие размеры. В зависимости от вида длина тела варьирует от 18 до 28 см. Внешними особенностями этих пернатых являются короткий клюв желтого или серого цвета, весьма посредственное неяркое перение. Также в зависимости от вида дрозд может быть серым в крапинку или однотонным черным. Самка и самец внешне отличаются мало. По весне птицы обустраивают свои гнезда, выбрав для этого кустарники или деревья не выше 5-6 метров. Могут расположиться и в высокой траве, в старом пне или даже на земле. Из веточек, мха, сухой травы и листьев плетутся гнезда аккуратно заштукатуренной землей. Самка может откладывать яйца 2 раза в год в кладке до 6 яиц голубого или зеленовато-голубого цвета с мелкими коричневыми крапинками. После двухнедельного насиживания вылупившиеся птенцы полностью зависят от родителей. Лишь спустя еще две недели молодняк начинает самостоятельно выбираться из гнезда и учиться летать. При этом родители продолжают опекать свое потомство. Характер у этой птицы непростой, можно даже сказать беспокойный. Оказавшись в сложной ситуации, птицы начинают громко гоготать. Несмотря на некоторое сходство в поведении и внешности, каждый вид по-своему особенный. Дрозд рябинник – самый распространенный, самый крикливый, отчасти поэтому самый заметный дрозд. Среди всех беспозвоночных, предпочитая дождевых червей, а созреванием рябины и других ягод отдает предпочтение растительной пище. Белобровик миниатюрнее рябинника, в оперении больше бурых тонов. Отличительный внешний признак – светлая широкая бровь. Певчий дрозд известен прежде всего как прекрасный солист. Некоторые даже путают такое пение с соловьиным. Также прекрасным певцом является его родственник – черный дрозд. Внешность самца вполне соответствует названию, а вот самки имеют более светлый коричневый оттенок. В поисках пропитания дрозды перемещаются по поверхности земли характерными и частыми прыжками, а также длительными паузами между ними. В целом питание зависит от времени года. С удовольствием охотятся на различных насекомых, улиток, личинок, червей. Зимой добывают себе ягоды, семена или плоды. Причем при достаточном количестве зимнего корма могут совсем не улетать на зимовку. Летом же дрозд, особенно такой вид, как рябинник, становится частым гостем в садах-дачниках, где охотно угощается урожаем ягод. Нередко можно увидеть дрозда на огородах и плодовых деревьях. При этом спугнуть непрошенного гостя бывает сложно. Птица достаточно умная и быстро понимает, может ли отпугивающий предмет представлять опасность. Такими предметами могут быть двигающиеся элементы, например, вертушки, предметы, издающие громкие звуки, макеты врагов птиц. Поэтому эффективности таким методом можно добиться лишь меняя эти предметы чуть ли не каждый день. И даже сетка, плотно укрывающая ягоды, часто для них не преграда. Бороться с нашествием дроздов можно и при помощи электронного отпугивателя птиц. Это прибор с интервалом, издающий звуки хищников, соколов, ястребов. Он помогает прогнать пернатую группу захвата, но запускать его можно только на непродолжительное время, так как и к пустым звукам дрозды быстро привыкают. Также домашние питомцы, такие как кошки, могут стать хорошими охранниками на огороде. Однако уничтожение дроздов не рекомендуется. Важно помнить, что птицы приносят и значительную пользу природе. Питаясь насекомыми и другими беспозвоночными, они являются важным звеном в биологической цепочке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...